Приветствую, дорогие братья и сестры. Давайте мы немножко накануне поговорим о чистом четверге. Потому что в этот день мы не купаемся, не убираемся, то есть это не раз в год мы делаем. Это не связано с четвергом. Частично мы можем привязаться, конечно, потому что на тайной вечере Господь умыл ноги своим ученикам в знак смирения, в знак примера, что я, хоть и ваш учитель, ваш спаситель, но я пришел вам послужить. Но вы ноги никому другому не умываете. Поэтому, естественно, чистый человек не связан с тем, что мы купаемся или убираемся. Он связан с другой чистотой. С чистотой той, которую Господь установил. Той главной заповеди, которую мы должны делать, это особенно обращаясь к тем, кто говорит, у меня Бог в душе. А на деле нету. На деле безбожники. Он установил причастие Евхаристию. Взяв хлеб в руки, говорит, все из тела Моя, за вас ломимое будет. Взяв и ноготь, все кровь Моя, за вас и многие проливаемое. То есть многих, не только за евреев, а за все, за весь мир. Творите себе, Воспадное Мое. То есть творите. И мы, самое главное Таинство в Церкви, имеем причастие во время литургии, которая совершается. Поэтому чистый четверг связан не с купанием, а с очищением души. И каждый православный христианин пытается обязательно для себя в этот день поисповедоваться и причаститься. Вот что такое чистый четверг. Храни Господь. Продолжение следует.